Вы сами удивитесь, насколько это вкусно и полезно. Очищенную свеклу измельчаем на крупной терке. У меня свекла цилиндрической формы, сладкая по вкусу. Люблю использовать ее для приготовления салатов или овощных блюд. Но для этого рецепта подойдет абсолютно любая. Вот что у меня получилось. Рекомендую сразу делать двойную порцию, так как это довольно-таки вкусно. Берем большую чистую емкость, ставим сито и высыпаем в него измельченную свеклу. Теперь картофель. У меня два среднего размера. Вот примерно такие. Очищаем и тоже измельчаем на крупной терке. Я просто уверена, что от такого блюда точно никто не откажется и с трудом угадает, что же это. Вот такого размера картофель у меня получился в измельченном виде. Отправляем его в сито к буряку. Добавляем 1 чайную ложку соли и хорошенько все перемешиваем, чтобы овощи перемешались с солью и отдали лишнюю жидкость. Оставляем буквально на 10 минут. И затем отжимаем ложкой или руками весь сок в емкость под ситом. Посмотрите, сколько сока получилось. Его можно добавить, например, в борщ или овощной соус. В отдельную емкость на мелкую терку измельчаем одну белую луковицу. Лук здесь нужен только для аромата, поэтому кусочками лучше не нарезать. В итоге у нас должна получиться вот такая вот кашица. Отправляем ее в емкость. Сюда же выкладываем подготовленные овощи. Измельченный буряк и картофель. Разбиваем 2 яйца. Кстати, если не хотите добавлять лук, можно положить 1 столовую ложку сметаны. Луковый сок придает особую нежность этому блюду. Теперь специи. Я добавляю свои любимые итальянские травы и больше ничего. Вы можете положить те, которые больше нравятся вам. Дополнительно соль добавлять уже не нужно. Хорошенько все перемешиваем, чтобы овощная масса стала однородной. И в самом конце добавляем 3 столовые ложки муки. У меня обычная пшеничная, но можно сделать с цельнозерновой или рисовой. Тоже будет очень вкусно. Перемешиваем нашу массу до однородного состояния. И практически все готово. Будет очень вкусно и сытно. Попробуйте приготовить. Сковородку отправляем разогреваться на огонь. Добавляем растительное масло. Совсем немного. Для удобства можно равномерно смазать дно кисточкой. Теперь столовой ложкой выкладываем получившуюся массу. Разравнивая немного ложкой и придавая нужную форму. Чем тоньше будет слой теста, тем более хрустящими получатся наши оладьи. Обжаривать драники нужно на среднем огне по несколько минут с обеих сторон. Корочка должна получиться золотистой. Время приготовления зависит от толщины драников. На каждую сторону тонких оладий уйдет примерно по 3-5 минут. А толстенькие нужно будет готовить минут 7-10. Пока наши драники жарятся, приготовим соус. Берем любимую зелень, у меня укроп, и мелко измельчаем ножом. Очень вкусно получается еще зеленым луком или рукавой. В отдельную емкость выкладываем 2 столовые ложки сметаны, 20% жирности. Можно взять йогурт. Высыпаем зелень, добавляем соли по вкусу, пол чайной ложки. И хорошенько все перемешиваем до однородного состояния. У нас получился отличный соус к овощным и рыбным блюдам. Проверяем, как наши драники. Первая партия уже готова. Получились очень аппетитные и ароматные. Так обжариваем все тесто. Перед жаркой каждой следующей партии драников перемешивайте тесто, чтобы оно было однородным. Жарятся они очень быстро и абсолютно несложно готовятся. Готовые драники выкладываем на порционную тарелку и приглашаем всех к столу. Ароматные, хрустящие снаружи и мягенькие внутри. Они непременно понравятся всем. Конечно же вкуснее всего они в горячем виде. Только что с огня. Это полностью самостоятельное блюдо, которое отлично подойдет для ужина или перекуса.